Хоба! Привет! С вами Доктор Влад. У нас плюс 2 градуса. И я сейчас фильмец смотрю. Но только начал, в принципе. Но есть на что посмотреть, ребята. Называется фильм «Лайв». В русском переводе «Живое». Фильм 2017 года. И гляньте, кто играет. Играет Джейк Джилленхолл, Райан Рейнольдс и ещё какая-то русская Ольга Дыховичная. Ну, в общем, есть на что посмотреть. Это ужасы, это фантастика. Ну, в общем. Ну, я такие люблю фильмы. Так, ладно. Как закончу, скажу, стоит смотреть или нет. Так, и комментарии. Сидя в машине, никогда не говорите, что будете её продавать. Сломается. Испытано дважды. Это Геннадий поделился. Хм. Хорошо. В Роскомнадзоре выразили готовность к диалогу с Твиттером. Но Твиттер не отвечает на вопросы. Он просто не замечает. Российский Комнадзор. Ай-яй-яй. Ах, ну, это ж какие. МИД потребовал обеспечить въезд главе российской делегации на сессию ООН в США. А американцы не пускают. Дошли бы в лес. Без вас разберёмся. Правильно. Таймс передаёт. Германии признали эффективность российской вакцины «Спутник В». Министр здравоохранения вакцина «Спутник» показала... Это уже российский. Вакцина «Спутник» показала высокую эффективность против британского штамма коронавируса. А также ей хорошо мыть раковину. Особенно от жёлтых налётов. Житель Германии Штефан Хайлеман прибыл с семьёй в Россию для вакцинации «Спутник МВР». Ну, наверное, лично Путин его пригласил. Бывает же сумасшедший, да? Мой друг уехал в Магадан. Не по этапу. Минтруд предложил ограничить детские пособия подозрительно бедным семьям. «Ох же, чёрт возьми!» То есть семьям с формально низкими доходами, при этом с существенным семейным имуществом. А также семьям, которые вообще не имеют легальных доходов. «Ох ты, чёрт возьми!» «Да, если у вас совсем мало доходов, это подозрительно. И мы с вас снимем эти пособия. Ну, это же блин, а!» ФСБ задержало более 70 подпольных оружейников в 28 регионах. А недавно 150 уже задерживали. Ещё 70. К чему-то готовится народ. В Самаре задействовали более 130 человек в ликвидации пожаров в торговом центре. Боже, что мой повышенный ранг вызова. 45 единиц техники. Это они лопаты все посчитали. Так, на оборонном предприятии в Коврове выгорело 800 квадратных метров здания. Почему-то написали 800 квадратных метров задние. Задние. В Коврове не здание. Задние. ЧП в Коврове. Пострадавших нет. Ну, там, где делают это. Завод Дегтярёва. Там какие-то пулемёты и всё такое прочее. Ну, надо же. Всё горит с утра, да? В России растут оптовые розничные цены на бензин. А, говоришь, нельзя об этом говорить. Сейчас их арестуют сразу, да. Вестерру арестуют и посудят. Видео без ограничений. В России обнаружились камеры наблюдения с общедоступными данными. Более 6000 камер видеонаблюдения, размещенных в том числе на объектах критической инфраструктуры и промышленных предприятиях имеют открытые IP-адреса и доступ к ним может получить любой желающий. Ребята, закрывайте свои камеры. Вот когда не работаете, там, по скайпу не связывайте. Ну, короче, когда она вам не нужна, закрывайте, закрывайте чем угодно. Носок наденьте сверху и хорошо. Ютуб пометил фильм «Крым. Путь на родину» как оскорбительный контент. Правильно. Ох, Ютуб, молодец. Хвалю, ребята, хвалю. В Москве наладят выпуск жизненно важных лекарств, ранее не производившихся в России. Общий объем закупок составит 73 миллиарда рублей. А при чем здесь налаживание производства и еще и закупки? Ну, в Китае закупят, скорее всего, да? Я так думаю. Восточный экономический форум пройдет 2-4 сентября. Да доживите еще, господи. До 2-го сентября-то, а? За сутки в России выгодно 9794 случаев коронавируса. Да за десятку идет, как пить дать? Как пить дать? Роскомпозор заявил, что будет действовать последовательно в ситуации с работой Твиттер. Вот такие дела. Ведомство не исключает блокировку социальной сети на территории России. Где-то я это уже слышал. В Китае, по-моему. Ну, уж в Северной Корее сам собой. Водитель сбил российского полицейского после попытки задержания. У меня единственный вопрос. Чей он сын, этот водитель? Как пить дать? Вместе с своим приятелем отдыхал в кафе в центре Симферополя и, не заплатив по счету, более 20 тысяч рублей попытался уехать. Его задержали алкогольно и так далее. Жители многоэтажки в Подмосковье пожаловались на лужи и плесень. Я думаю, а что жаловаться на лужи? Ну, как бы лужи, а ну лужи и есть весна. Не, у них это, у них в квартирах, ребят, в Одинцово. Лужи и плесень в квартирах? Одна из жительниц рассказала, что каждый день вынуждена собирать воду с балкона, на стенах которого образовалась плесень. Другая, пожалуй, на затоплении, из-за которого в квартире повредился потолок. Вот это да. То ДНР отказалась объединяться с ЛНР. Ну, в ШИ отказались с блохами объединяться. Ну, конечно, это же разные. Животные. Ожидаемая продолжительность жизни в России в пандемии снизилась на два года. Должен был показатель 78 лет, а на самом деле 71. А почему на два? Так, в Японии раньше срока зацвела сакура. Ну, это вишня, ребят, если что. Она просто так называется. По-японски. По-японски. Зацвела, да. Ну, хорошо. В Пермском крае школьник упал с высоты и погиб. Мальчик, ученик школы номер 14. Да, он погиб. Откуда с высоты? Не говорят. Житель Баштирии зверстий расправился с бабушкой из-за 980 рублей. На сигарет ему не хватало. На сигарет ему не хватало. Горит фасадный утеплитель с 1 по 8 этаж на площади 50 квадратных метров. А также офисная мебель очаговая мебель очаговая мебель очаговая мебель офисная на площади 10 метров. Странно. Странно. А почему утеплитель горит? Он не должен гореть. Он не горючий. О, ребята. Опасные листерии обнаружили в пельменях производителя в Нижегородской области. Листерия – это серьёзная вещь. Крайне опасна для здоровья. У человека может развиться тяжёлая инфекция. В пельменях, да. Марку не сообщают. Я тут пельмени лепил первое время, когда... Ну, надо как-то зарабатывать. О, птички запили. Пол шестого. Так. И лепил пельмени. Хороший бизнес, кстати. Воронежская пенсионерка стала ухаживать за 98-летней... А! Устала ухаживать за 98-летней матери и убила её. Странно. Страшно это. Вот страшно. Странно и страшно. И вообще, я уже слов таких не знаю даже. Соцсети возмутило, что часть россиян оставят без пособия. Вы не бедные, просто притворяйтесь. Ну, вот о чём я говорил, да. Людей очень настораживают такие предложения. Ранее Министерство труда от соцзащиты выступило с предложением перестать платить детские пособия подозрительно бедным семьям. Вы не бедные, вы просто притворяетесь. Фу. Названы номинанты антипремии «Золотая малина». Так, фильмы «365 дней» и «Удивительное путешествие доктора Дулитла». А там этот играет, ну как его, «Железный человек». Вот это вот. Я хотел посмотреть, но я не люблю, когда вот это перемешано. И, ну как, человек живой, и мультипликация. Единственное, что можно было посмотреть, это «Черепашний ниндзя». А всё остальное мне как-то... Я вообще мультипликации не люблю. Так, ещё какие? «365 дней», «Удивительное путешествие доктора Дулитла», «Несомненные доказательства», «Отрофантазии» и «Мьюзик». Интересно, что «Мьюзик» номинировался и на «Золотой глобус» в категории «Лучшая комедия» или «Мьюзикл», и на «Золотую малину». У претендента на звание худшего актёра... А, Роберт Дауни-младший, ну вот этот «Железный человек», да? Ну, ещё какие-то. Адам Сендер. Адам Сендер я вообще не люблю. Он какой-то не очень хороший. О, Энн Хэтэуэй. Последнее, чего он хотел. Это актриса номинирована на вот эту «Золотую швабру». Кэти Холмс, да, Анна-Мария Секлуцка, этих я не знаю. Ну, в общем, так. Адвокат Кожевников мог погибнуть при загадочных обстоятельствах. Это в деревне Ижма Приморского района произошло возгорание в жилом доме. Пламя перекинулось на «Тойота Ланд Круизер» и нашли там тело. Ну, их причём останки, человек, даже останки. Их состояние не позволяет достоверно идентифицировать личность погибшего. Но с большой вероятностью, может быть, хозяин дома известен Архангельский адвокат Леонид Кожевников. Нифига себе! Очаг возгорания находился внутри дома. Криминальная версия произошедшего проверяется. Ну, подожди, адвокат. Спасатели рассказали о возможных причинах пожара в восьмиэтажке в Анапе. Выгорел полностью мансардный этаж, на котором были 24 квартиры. Эвакуировали жильцов. И глава Анапы поручил выплатить всем погорельцам по 10 тысяч рублей в качестве компенсации. Нифига себе компенсации, да? Ну, не знаю, у нас квартиры все застрахованы. Вообще, любое жильё застраховано. А там, я чуть не уверен. Итальянский певец Джанни Мранди попал в больницу после падения в костёр. Старенький на ноже, да? Сколько ему лет-то, господи? 76 лет. Короче, в загородном доме обрезал ветви кустарника и сжигал их на костре. Потерял равновесие и упал в огонь. Вот это да. Бедняга. Ну, Мранди в своё время был. Ух, ух. Продал 50 миллионов дисков. И сейчас продолжает активную студийную и гастрольную деятельность. Да, вот это да. И твиттор. Твиттор. Страны, с которыми Россия при Путине и Лаврове подписала договор о неразмещении оружия в космосе. Того, кого? Того. Того. Суринам, Венесуэля, Гватемаля, Туркменистан, Никарагуа, Беларусь, Сирия, Шри-Ланка, Бурунди, Сьерра-Леоне. Никто из них никогда ничего не запускал. Ну, вот подписали, да. Почему вы не запретили строительство элитного жилого комплекса в заповедном лесу? Мне принесли чемодан непреодолимой силы. Ох, ёлки-палки. Тётя Роза ничего не будет. Ни кино, ни театр, ни книг, ни газет, ни твиттер, ни вообще интернета. Будет одно сплошное телевидение. И комментарии. И заживём. Красота. Ох, ёлки-палки. Власти Италии и Франции официально опровергли российские новости о закупках спутника В. Не покупали и покупать не собираются. Вот так вот. Задорная деревенская простушка Скобеева единственная из тех, кто искренне верит в ту муйню, которую они все несут. Она абсолютно счастлива в процессе, как Купринская паша из публичного дома. Остальные, как её сожитель, просто тупо пилят огромные бабки. Да, ребят, ну так оно и есть. Так оно и есть. Да бывает среди проституток. Заля, по-моему, рассказывал, или Мопассан. Из десяти одна с радостью работает. Опса, правительство вдвое сократило расходы на здравоохранение. Бюджет режут, да, до 23-го года. Ох, вдвое сократило, а дальше втрое. Раз, два, смелее, веселее. Ай-яй-яй-яй. Вообще кошмар. Слушайте, поймал себя на мысли. Не американцы пугают русских, что им отрубят трнет. Это русские пугают американцев, что русские отрубят себе американский трнет. По-моему, это из категории «не трогайте меня, я психический». Ну так и есть, ребята, ну так и есть. И последний, профессор Преображенский. Ввоз пальмового масла в январе 21-го вырос по сравнению с январем 2020-го почти на 20%. Это только либералы нудят, что ничего в стране не растет. А Путин и Единая Россия рост обеспечивает. И какой? Сразу почти на 20%. Ох, елла-пала. И тут вот комментарий. Если зайти в перекресток, ну это ваш какой-то магазин, я не знаю. И почитать состав изделий от собственной пекарни. Печенник, выпечки, тесто. Там почти везде пальмовое масло присутствует. Мы ругали маргарин, а потом появилось пальмовое масло от Единоросса Володина. Людям нравится. Хм. Продукты вывезли, пальмуху ввезли. Нормальная путинская политика. Я вам рассказывал, да, вот экспорт продуктов в России в 2020-м году впервые превысил импорт. Вывозят продукты. Ну, а вам это все известно. Ну, в общем, пока ничего хорошего. Ребята, и этого хорошего долго придется ждать. Пока. С вами доктор Улад. До обеда.